всем привет утром встала я сегодня позавтракала стирку затеяла ладно я за стиркой следила в один момент подхожу включила кран что-то и у меня там бежит вода такая коричневая чуть ли не черная я быстрее машу кладу у меня там еще это цикл не заканчивался стирки я быстренько и воду сливала вроде бы никак все коричневый течет и течет потом оставил машинку на паузу думаю сейчас будет а то заливаться туда мне коричневая да у меня там стирается светлые вещи поставил на паузу сливала не получается ничего потом смотрю через полчаса подошла вроде ничего вода уже светленькая бежит включила машинку вот чуть не прозевал все вещь могла испортить и ладно если в черное там у меня это вещи лежали а то светлые все вот так потом лук у меня вчера убежала утром на работу лук на подоконнике же зеленый я выращиваю и забыл я обычно газетка это перед стеклом ставлю газетку а то лук это гореть начинает и забыл убежала сейчас там у меня ролик ставлю я лук у меня там пожелтел пришла с работы пожелтел так расстроилась я думаю срезать надо сейчас его и что-то закрутила здесь не срезала его сегодня но вечером закрыл я опять газеткой потом это утром встала полила смотрю или вечером его вечером до полила на окошке так оставил свечер газетку закрыла думаю а то утром опять забуду солнышко рано же сейчас встает и это сегодня утром встала смотрю у меня лук ожил сейчас вот я вам покажу вчера такой красивый лук у меня стоял здесь обычно я вот перед стеклом здесь вот закрываю вот здесь вот закрываю это газеткой или бумажка какой-нибудь а сегодня забыла убежала на работу и вот лук у меня сгорел так жалко прямо вчера такой густой вес стоял зеленый зеленый вот что сделала один день пропустила видите как так моя беспечность торопливость моя вот у которой у стекла без лук пожелтел эта сторона вот еще более-менее здесь вот еще более-менее зеленый стоит нет а там все теперь вот срезать и выкидывать надо укроп зашел у меня идет какой-то тонкий хилый может потом разрастется то у меня вышел только вот на днях надо меняется сажать микрозелень надо было купить лучше микрозелени вот так лук жалко конечно но надо же конечно тридцать сишем градусов она стекло то как лупа всем лук он чем жалко ну что же сделаешь так вот с вами голову нестисти вот он хорошо что его не повырезал желтевший весь он стал опять у меня зелененький видимо не сильно что ли так странно вот там такой чуть-чуть а то вчера же вообще там было страшно нормальный завтра буду окрошку делать так что зря я волновалась хотела обрезать эти хорошо что не обрезала он весь красивенький стоит теперь вот маленьком контейнере маленько здесь у меня есть вот который не восстановились а ничего страшного это можно отрезать и вытянуть основной это все сохранилось нормально вытащила я сегодня мясо говяжье на обед буду готовить мясо с картошкой с овощами что-то такое давно я не готовлю приготовлю сейчас я не буду это все показывать то что наверное это каждый умеет обжарить мясо с овощами для с картошкой любой это умеет просто говорю что буду сегодня готовить так сейчас займусь этим мясо вот у меня разморозилась я его сразу когда покупаю разделываю вот как на гуляш и его разделываю он так и быстрее размораживается сейчас я его с луком с овощами все обжарю потом капусты хочу еще туда положить и картошку типа овощную рагу с мясом у меня будет такое блюдо средний готовлю мы любим такое блюдо летом жару больно-то кушать не хочется поэтому я такое сделаю врагу больше овощей картошки чуть-чуть много не буду картошки потому что от картошки тяжелую получится пищи а это будет у меня в основном овощи только мясо я вчера вообще в духовке куриные бедрышки готовила и это отдельно у меня что-то в гарнир был гарнир я даже его и не ел поэтому не помню гарнир у меня а спагетти было у меня спагетти сын ел я не ела я ела это салат с помидор и вот это бедрышки бедрышки все так хорошо легко прям себя чувствую хотя бедрышки конечно они не грудка пожирнее но все равно зато уже без гарнира без всяких гречек без всяких спагетти с салатиком и очень хорошо мне понравилось но сегодня вот я хочу сделать также мясо говядину с овощами и картошки прям минимум чуть-чуть положу для видимости как говорится морковь там будет такой вот я смесь у меня это замороженное было здесь что стручковой фасоли меня потом зеленый горошек там перец болгарский морковка потом от стебли укропа я отрезала и замораживала их обычно суп ложу немножко сюда решила сегодня положить потом капусту свежую нашинкую и буквально прям картошки две-три штучки положу и все будет замечательный обед конечно мы с еще с куриной грудкой это было бы вообще было замечательно но иногда хочется говядина постоянно курица тоже надоедает я не могу постоянно курицу кушать мне нужно говядину сейчас вот я лук шинкую лук пошинкую первый лук брошу потом мясо я всегда первый лук обжариваю некоторые люди сначала мясо бросают потом лук а я всегда первый лук обжариваю он так лучше обжаривается и он такой прозрачный чуть ли не исчезает короче становится такой я и наплыв так же делаю сначала лук мясо потом бросаю так же и здесь лук я много ложу когда лука много положишь то горячее вкуснее становится сегодня опять жара у меня еще вот окна выходит все на одну сторону поэтому сквозняка нету хорошо у кого вот на на две стороны они везде открылись сквозняк дома жары нет такой кондиционер я не нет самый не выношу я болею после него вентилятор тоже дует когда мне неприятно ну вот так вот окна открываются люди наоборот некоторые все закупоривают все что зашторивают а мне кажется не знаю она не помогает сейчас это газовую плиту включила газовую плиту вернее включила сейчас лук брошу потом буду мясо бросать у меня картошка не сильно крупную и она брошу штук шесть шесть восемь шесть восемь штук то я на прошу не сильно крупную и капуста на каст у меня меньше меньше половину там я думал у меня половина вилка так что поэтому побольше картошки положу у нас меня капусты меньше но ничего страшного лук забрасываю минералку покупаю упаковками одна упаковка дня на 23 хватает минералки много начала уходить жарко воды пьется много класс много не покупаю квас купишь читать его потеет быстрее почему-то от кваса минералка лучше и квас он ставьте какой-то больше от него пить охотно завтра от хотела не завтра наверно уже теперь послезавтра так что я сейчас приготовлю мы два дня едим каждый день я не готовлю это послезавтра хочу окрошку сделать квас куплю я вот в одном месте покупал квас у них это он такой не сладкий как раз а для окрошки самый раз завтра все набор куплю для кошки у меня в собственно огурцы есть яйца есть лук зеленый есть картошка есть только из мясного или колбасного что-нибудь такое надо мне купить я не знаю буду из чего готовить кто с колбасой готовит кто даже с копченой курицы готовит кто просто с курицей куриным мясом кто с говяжьим мясом у всех какие предпочтения я еще пока не решила с чем я буду делать с вареной колбасой колбасе я не доверяю не знаю там какую колбасу продают с ветчиной можно сделать ну подумай еще можно и с куриным мясом сделать не знаю не знаю пока не решилась определюсь завтра продолжаю готовить я веду вам с овощами сейчас я буду капусту шинковать надо же капусту использовать а то она мне лежит завянет а то надо применить ее куда-то вот я и на что применение такое блюдо решила сегодня сделать капусту уже свежий продают новый урожай значит она дорогая я брала капусту новый урожай по 30 чем то рублей а вчера нашла светофор смотрю на 50 чем то рублей с копейками думала дают почему так не знаю но я брала правда в находке значит получается дешевле значит надо в находке брать а светофоре дорого 50 чем то рублей за капусту когда можно и подождать свежим еще будет наедимся еще вот в находке меня цена устроила нормально по 30 рублей а 30 рублей можно брать свекла сейчас дорогая свекла тоже 50 с лишним рублей яйца начали в цене падать что радует так что я поскольку по 6 30 брала яйца да по 6 30 на то есть вообще бы были тут цены на яйца это кошмар почти 9 рублей выделяется куда это годится такое на пасху те года даже такой цены никогда не было еще бы вот куриное мясо падало бы нет опять скоро начали дорожать вот я беру ставропольские куры они вкусные в этот раз они вам пришли опять дороже цена вроде немножко начала цена падать последний завоз опять дороже пришла в этом году почему-то куриное все дороже да и какой куриное все подорожало и говядина подорожала я вот шею в этот раз брала по 450 рублей свинину говядину я брала по 350 рублей но это мне знакомая давала просто по этой тени а так по моему дороже 380 370 шея тоже самое дешевое можно взять свиную 430 рублей а так хорошая 450 деревенской так что кто на маленькой пенсии живет тот наверное только мечтает покушать свиньенку или довядину более не разбежишься если у кого 10 тысяч пенсии парк парк подорожала пенсионерам тяжело сейчас ничего не скажешь поэтому половина пенсионеров и работают а что делать если у кого дети помогают а у кого дети не помогают кто работает кто в своем доме держит что-нибудь какую-нибудь живность кроликов или кур у меня одна знакомая держит кроликов кур она держит только на этом спасается как говорится летом у нее огород выручает вот так и живут люди выкручиваются кто как может жара на улице в окошко выглядывают мало людей ходят по улице вечером зато все сразу все и детские площадки полные сейчас вот на детской площадке вон я смотрю никого нету вечером все выходят не высидишь же дома день и ночь сейчас все попрятались вот сегодня надо было мне съездить на речку посмотреть начали люди на руку начали купаться уже нет еще кто знает кто мне подскажет я эти дни не ездила завтра если что доеду посмотрю на речку охот прям окунуться в такую жару все все лук обжарил теперь мясо просто мясо жарится подбросила мясо с луком сейчас у меня пожарится потом овощи брошу мясо обжарила бросила теперь овощи сейчас чуть-чуть пережарю потом брошу капусту капусту бросаю горячую капусту трубку капусту все мелкой мое мое помышл сладкий пишка уже запах такой хороший пошел мясо обжарилось с овощами вкусно такой запах сейчас пожарится немножко потушится бросила картошку сейчас на самый сильный огонь поставил закипит потом убавлю до готовности картошки буду готовить в конце брошу лаврушку за 10 минут ну и зелень какая у меня там есть лук зеленый лаврушку часть я бросила еще минут десять на самом медленном огне потепит и все будет готова лук прям буквально за минуты две-три брошу салат еще вот такой сделали помидоры огурцы лук зеленый с майонезом перемешаю прямо буквально перед подачей чтобы водянистым не стал вот жара немножко спала люди зашевелились на игровой площадке народ появился детишки на улице люди появились солнце немножко пропало а то вообще тишина была на окошкость маститную сетку поставила теперь плохо видно хоть снимай эту маститную сетку вот такие дела вон сколько детей стало на улице мамки папки выпустили всех прохладнее стало вот так кто-то наверное из садиков конечно идут но все равно поживее стало на улице а то прям и весь сижу так в окошко выгляну прям аж как-то жутковато народа никого на улице нету как будто город весь вымер неприятное такое чувство на улице ветер поднялся пасмурно как-то стало из-за там дождик маленький идет прям пахнет дождем до дождик идет между прочим неожиданно вроде не передавали сегодня дождь это очень хорошо я рада да вон же на дороге асфальт намочился немножко и на небе вон тучки такие ох какая хорошая черная . о дождичек сейчас нужен как он сейчас нужен с подругой сейчас по телефону разговаривала она тоже говорит с внучкой говорит на улице гуляем таких крупный год капли дождя как начал падать мы побежали домой я хочу боится надо радоваться под дождем маленько ой мы маленькие были сейчас две капли упадет сразу бегут домой а мы маленькие были под проливным дождем положим деревне я помню вот дедушка с бабушкой я ездила под проливным дождем положим трава высокого бегали так радовались времена сейчас вообще мне не нравится какие-то кисейные барышни растут дети наше время все было иначе между прочим советский союз многие вспоминают много хорошего там было конечно и плохого было но хорошего было много люди не росли такими неженками не знаю вот дождик идет идет он усиливается как хорошо зато прям сразу ветерок повеяло такой холодненький прохладный такой хорошо бы пролил прям сильно сейчас но он такой идет ну ладно хоть такой вот такой а вон на детской площадке дети есть и сейчас дети вон даже и не думает два пацана вон на этих на тренажерах играет хоть бы хны есть и сейчас такие дети оказывается что меня радует так что все равно советские российские дети все равно не меняется наше время все равно дети были как-то немножко сейчас избалованные что ли вот даже не могу как сказать скоте самостоятельно у нас маленькие уже были такие самостоятельно сейчас не больно конечно тот раз я смотрю вот на эту детскую площадку мальчик пришел с мамой такой большой мальчик я так удивилась и вот он там пока играл на этих качелях катался мама так и сидела на скамейке ну а мальчик уже вот прям я как в каком классе учиться такой роста высокий мальчик с мамой вот пришел гулять или его на улице дети обижали что мама постоянно с ним вместе боится и один-единственный сыночек трясется над ним лелеет его но все вон уже видите асфальт какой дождичек ой как хорошо него я сейчас вот смотрю через сетку вам не видно а я вот смотрю сейчас вон прям хороший пошел дождь хороший да ой так свежестью запаху красота попрятались на детской площадке под крышу стали дети все значит сильно пошел вон они сейчас я приближу вас вон они все как стоят все попрятались под крышу надо хоть там навес такой сделали догадались молодцы но это и от солнца конечно и от дождя очень хорошо вон и не уходят и не убегают домой вот эта сетка конечно москитная мешается плохо вам видно так что обзоры с окна сейчас мне наверно придется не вести видно да вам как капли уже сильный дождь вот уже видно видно но и так радует что дождик пошел ну куда то такая жара то а ведь сегодня не передавали дождь не передавали сегодня вроде бы о гром гремит слышно вам не слышно гром грозы еще не было в этом году и гром по-моему это в первый раз первый гром до он небо черный какой были нам мешает это сетка маститной вон какой черт черные какие тучи но плохо что запахи не придает такой запах обалденный скоро наверно пух начнет летать у нас вот здесь вот тополь растет вот он их два стояла рядом под один кто-то не знаю он с балкона 300 женщины вот зачем так делать как советские времена сейчас уж никто не трясет внизу люди ходят вот это два тополя были отвлеклась я на эту женщину один подадим кто-то что-то налил видимо и он засох вот здесь вот рядышком вот вот место даже его видно и вот второй остался так конечно красиво но от него проблем столько вот скоро начнется пух летать у кого сеток нету дома весь этот пух будет в квартире мой красота красота ладно черт я больно увлеклась вам болтовни про дождь так про тополь вот самый смелый вышли вам и дождь не страшно вроде как перестал что ли нет маленький еще идет вон на лужах я смотрю но уже потише стал потише хорошо Всем пока.